Продолжение следует... Он уже привлек на свою сторону прокурора, и тот сейчас усердно под нас копает. Кроме того, он в хороших отношениях с советником, сыном которого ты шлепнул, Томми. Так что на нас напустят и копов. У них ничего против нас нет. А вот и не угадал. Вчера Фрэнк сдал все наши конторские книги. У прокурора нынче праздник. Проклятие! Фрэнк вряд ли хотел крови. Но он, похоже, не стал бы возражать, если бы я получил... Но без Фрэнка они бесполезны. Нам придется ликвидировать Фрэнка. Вы имеете в виду убрать его? Я что, должен пришить Фрэнка? Больше двадцати лет я знал Фрэнка. Мы вместе достигли многого. Но Фрэнк нарушил Амерту. Не знаю почему. Наверное, у него были свои причины. А у нас есть свои причины, чтобы убрать его и вернуть эти книги. Иначе все мы получим срок. И не маленький. Как пожелаете, босс. А точно нету других? Точно. Я думаю, сегодня наш последний шанс сделать что-либо до того, как Фрэнк окажется вне нашей досягаемости. Что мне нужно сделать? Сначала найди этих двоих и узнай, куда отвезли Фрэнка. Это пара стукачей. Кто-нибудь из них точно должен знать. С Большим Бифом из Чайна Тауна ты уже знаком. А малыш Тони вечно ошивается на острове рядом с музеем. Потом отыщешь Фрэнка. Делай, что хочешь, но не убивай его. Пока он не скажет, где книги. Копишь? Копишь, босс. У Фрэнка будет охрана. Так что сначала тебе придется их перебить. Как только вытянешь из него, где книги, убей его. Ладно, босс. Как пожелаете. Удачи, Томми. Удачи. Пушку возьмешь у Винченца, машина у Ральфи. Угу. И помни, если не справишься, нам всем крышка. Лишний раз, ребята, вам повторяю, что всю грязную работу и много чем же был мне как в завьере обязан Томми. Очень многим обязан. И жалко, конечно, что так получилось, что потом, конечно, Томас Энджелла придаст, ну, придаст семью, мафию. Но он это сделает из своих благих побуждений, а не из-за того, что он такой, так сказать, человек, который сейчас вот делает Амерто. Амерто это вот месть Фрэнку сейчас будет за то, что он покинул и предал семью, подставив ее федералам. Это называется Амерто. В разных государствах, ну, странах, да, мафии по-разному убивали людей, которые предавали семью. Именно полиции, ну, то есть федеральным службам, да. Кому-то галстук делали, кому-то с обрезоват, как сейчас я должна убить. Кому-то что-то еще делали. Очень много там вариантов, я просто запомнил, как бы самые два популярных. Они немного изменили замки, но для профессионала здесь ничего сложного. В общем, разные были методы казни для таких представителей мафии. А точнее сказать, бывших уже представителей. Вот так вот. Спасибо, Раль. Угу. Спасибо, братан. Так, ну что, поехали стукачей искать. Поехали, ребята, искать стукачей. А, блин, забыл уже я стволы взять опять. У меня вот привычка такая. Все время думаю, что у настоящего гангэккап не пишет. Костян подвидь его. Гэнстеры всегда есть оружие с собой. Ну, не в этот раз. Как говорится, не в этот, а ты не в следующий. Здорово, бро. Привет, Винс. Надеюсь, ты знаешь, зачем я здесь. Знаю. Что тут поделать? Эх, Фрэнк мог предвидеть это. Самая, наверное, я бы сказал, безобидная часть семьи. Ну, я не знаю, может я не прав. Это вот оружие, которое покупает оружие и тестирует его, я бы сказал бы, настраивает. То есть он занимается только перевозками оружия. Он ни в чем не участвует. С него только стволы. Когда обнаруживают кого-то убитым из этой штуки, всем сразу ясно. Я думаю, что это самая такая безобидная структура семьи. Хотя могу я ошибаться. Но он стреляет не так далеко, но вынести можно полдома, так что не промокнешься. Отлично, спасибо, братан. Спасибо, спасибо тебе за инфу. Так, забираем все. И обрез. И кольт. Все, погнали. Поехали. Сейчас найдем первого стука отчаян. Ну, если даже мы сейчас с полицией будем с вами, ребята, тут сталкиваться. Машинка-то у меня вроде хорошая такая, скоростная. Хотя, что-то как-то она и впечатляет меня скоростными данными. Ну, ничего, справимся, я думаю, да? Поскольку я понимаю, здесь превышение идет больше 50, да? Ну, это же все-таки мили. То есть ты едешь 60 миль в час, это столько миль в час едешь ты. Поэтому сотку по городу, я не знаю, сколько было раньше, но обычно 60, да, ограничений по городу. 90 за городом. Сколько было в 30-е годы, я даже представить не могу. Я, конечно, езжу как хочу, иногда по правилам, но это не всегда работает. Так что извиняйте, ребята, если что не так. Какая же она медленная, а? Лучше бы я взял бы что-нибудь другое бы. Ее, наверное, для удобства мне дали. Так, это Чайна Таун, да, насколько я понял? Ну, китайский квартал. Чем-то мне он напоминает. Мафию 2, да? Только там мы поначалу покупали героин. А потом мы разнесли его нахрен просто вообще в нулину. И так нас Карло Фальконов отставил. Здорово! Мистер Сальери передает тебе привет. Нам нужно знать, какого дня вы попросили. Найди в доме, но я ничего не знаю. Какие-то визиты получили. Он на короткой... Это нормально. Я просто так решил немного разнообразить свою жизнь в этой игре. Интересно, каким образом я в розыске, когда даже никто не знает, какая машина сейчас. Кто сейчас мог передать, то я... Что, правда? Давай, 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 давай. Постарайся. Ездим, как хотим, да? Какая же она убогая, а? Прямо как... Ой, блин, ну можно было бы побыстрее, а? Давай, 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 давай. Ну, пожалуйста, можно побыстрее как-нибудь ехать, а? Просто стрельба идет по улице. Откуда они вообще знают, какая машина? Кто ему еще рация, что ли, при себе была? Откуда я вообще могу знать, какая машина? Я понимаю, там рация в машине, там, да, можно передать как-то. Ну, идет чувак, в смысле, просто. Ему кто-то что-то где-то сказал. Да нигде-то не поверю. Короче, куда им заехать? А иначе так. А иначе так. Здорово. Как дела? Фрэнк, мистер Сальвирия желает знать, где копы держат нашего друга Фрэнка. И большой клик предложил мне спасение. Привет, Том. Слушай, я не знаю точно, где они держат Фрэнка. Не могу сказать, что один мешок в зельмом болтал языком насчет Фрэнка. И Комов на следующий день, после того, как его взяли, его называют придурок Джо, потому что он полный идиот. Он постоянно околачивается под мостом. Ты его узнаешь, он абсолютно лысый. Спасибо, Том. Спасибо за инфу. Продолжение следует... 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 В принципе. Так, ладно. Мы почти на месте. Как говорил дом, да? Не надо убивать копов, мы им платим. Ну, наверное, поэтому, если тебя штрафуют, никогда тебя не пасают. И у Томи всегда есть деньги на то, чтобы заплатить штраф. Так, ладно, мы на месте. Так, это загородные домики, да? Вон она, эта машина федерала ставит. Да. Парковка. Итак, смотрим. Вот он, вот он, Фрэнк. Ну что, давайте сейчас проследим, хотя мы и так знаем, что его сейчас отправят в аэропорт. Он хочет свалить. И нам надо, ребята, надо делать так, чтобы этого не допустить. Надеюсь, вы копишь, да? Ладно, все, вперед, поехали за ним. Эти ребята будут ехать так, как хотят, потому что они вообще не соблюдают права, да и вообще насрать. Они просто едут и едут. Все, что перед ними сталкивается. Господи, почти успел. Должно быть, Фрэнк им очень дорог, если его везут в бронированной машине. Ладно, последуй за ними и узнаю, куда они. Да. И вообще пофигу, они будут всех таранить, вообще им плевать вообще, кто стоит у них на полосе. И так вот они будут ехать по дорогам. Просто расталкивая всем. И самое интересное, они даже будут это делать при полиции. И полиция, наверное, слово не скажет. Он хочет что-то исполняет просто. И слива пожарный кран. Ну, ребята, просто. И поп идет, и мы как бы помним. Что там происходит? А если мы вам так что-нибудь, а нам поет полиция. Конечно же. Ведь же по-другому никак, да? И это, кстати, они тоже достаточно быстро. Кого? Нахер ты так машину свою поставил? Что, дурак что ли? Тут же клоуну поставить машину именно так, чтобы она заградила поход. Ну, дурак, нет. Слово, просто нет. Не на красный едут. Ты вообще похер. Вот какой полосы куда поворачивать. Вообще плевать. Они просто федералы. На самом деле там, походу, такая крыша. Это все. На нахер. Правильно. За Бадаловый поехал. Еще кого-то протаранил. По встречке прям. Аэропорт. Ну и что ты встал на проезжую часть? Дурак что ли? Не показал? По-моему, движок дымится, да? Пошел нахер. По-моему, движок дымится. Вот такие вот дела. Ну что, ребята, готовимся. Вот он приехал. Сейчас нам надо его... Вот они, ребяточки эти. С Томпсоном, между прочим. Давай-давай-давай. Все. Так, готовимся морально. Все, чтобы у нас было по красоте, ребята. Все, приготовиться, нагибать. Окей, гугл, давай, поехали. Не очень удобно, говорю, управление такое прям. Да не буду я никого нас убивать. Нафиг вы мне нужны, блин. У меня другая задача. Так, ага, вон они побежали. Надо вот этого убить. Пожалейте меня, умоляю. Тебе-то что надо? То есть, реально, ты решил на ствол прям нарваться? Твой выбор. Дурачок, что ли. Так, я думаю, что здесь за каждым шашлитом, по-моему, они стоят. Каждым ящиком. Твой выбор. 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 так сдох он отлично как мимо еще на человек 6 осталось интересно не понял а где все чё подстава какая-то что ли ладно давай так сейчас попробуем летное училище по-моему тут да каждый угол проверять что проблем не было потому что они гасят за всякими углами за ящиками тебя потом начинается жесткость проблемы на уже я увидел тогда вот она летная школа air school а а а а а а Продолжение следует... Так, по-моему, еще один остался, да? Да, возле Фрэнка он, вон, сидит. Что-то как-то сел он странно возле него, и можно сейчас и Фрэнка завалить. Эй, ты, клоун! Все, скуривался, да? Ну что, Фрэнк, вот ты и попался. Что-то... Том! Фрэнк, меня послал Дон, и ты знаешь, зачем. Я знаю, зачем. Я знаю. Я не понимаю, что на тебя нашло. Я думал, ты мой друг. Никогда бы не подумал, что такое может случиться. За каким чертом это тебе понадобилось? Том, я не мог так дальше жить. Много людей погибло за последнее время, а я этого не выношу. В старые времена с Доном было все по-другому. Может, я просто старею? Том, это война, а я больше не хочу воевать. Когда у нас родился ребенок, я думал, что моя жизнь станет спокойной. А по-другому? Никак нельзя было. Не обязательно было всех закладывать. Мне пришлось покориться. У них моя жена и дочь, Том. Если я не отдам книги, их убьют. Раньше мы решали свои проблемы по-мужски. Ты, Поли или Сэм могли бы вернуть их. Но на этот раз я не хочу рисковать. Я не хочу потерять их, Том. Я не смогу без них жить. Мне сказали, что если я сделаю то, что от меня хотят, меня Маджи и Элис отправят в Европу. Копы? Копы шантажировали тебя и хотели убить твоих родных? С тех пор, как вы с Поли убили этого Билли, Копы и Морелло работают плечом к плечу. Этот советник, отец парня, получил свою должность благодаря Морелло. Морелло хотел заставить меня говорить, а полиция потом позаботилась бы о Доне. Обе стороны получили бы то, что они хотели. Боюсь, что ситуация несколько изменилась. Где книги, Фрэнк? Ты их уже передал? Нет, нет, Том. Я скажу тебе, где они, если ты вернешь мне жену и дочь. Предполагалось, что мы встретимся здесь. Так что их должны держать где-то рядом. Потом убей меня, если захочешь. Только проследи, чтобы они живыми выбрались из города. Прекрасно. Но тебе придется сначала отдать мне эти книги, Фрэнк. Прости, но я хочу убедиться, что ты не врешь. Давай мы тебя пристегнем. Постой пока здесь, а я схожу за твоей дочерью и за твоей женой. Насколько я помню, сейчас даже полиция приедет. По-моему, тут какой-то козел ее сейчас вызовет. Мы слышали выстрелы и думали... Вы жена Фрэнка? О, вы пришли, чтобы спасти нас. Я перед вами в долгу. Где Фрэнк? Он здесь. Подождите, я скоро вернусь. С ними все в порядке, Фрэнк. Пойдем. Пошли. Нашел я твою жену и дочь. Все хорошо с ними, так что давай. Пойдем. Вот твоя жена и дочь, брат. Фрэнк! Марч, Алис. Слава богу, ты в порядке. Дорогая, спасибо, Том. Они обещали, что дадут мне билеты на самолет в обмен на книги. Эти билеты должны быть где-то здесь. Ты не мог бы поискать их? Ладно, я это сделаю, Том. Подожди меня здесь. Надеюсь, ты не собираешься делать глупостей. Так, теперь нам нужно, ребята, найти билеты. Для того, чтобы Фрэнк мог покинуть эту страну. Для начала мне нужно подлечиться, если вы не против. Сейчас, по-моему, все-таки полиция приедет сюда. И мне придется... Пострелять, так сказать, чуть-чуть. Хотя, я убил, наверное, того, кто вызывал, я не знаю. По-моему, все-таки они приедут. Полицейские эти. Да, нет. То есть, смотрите, если тут фишка какая, как я помнил. Вспомнил, да. Если мы дадим закончить разговор этому человеку, который сейчас возле... ...телефона стоял, то полиция приедет. В качестве, по-моему, четырех или пяти машин. Если мы не дадим ему закончить этот диалог. Полиции нет, видите, да? Да нахер ты, мне нужно тебя убивать, да. Мне больше заняться нечем, да. Так, билеты они где-то здесь. Вот они. Они билеты все. Давайте отдадим ему билеты. И он спокойный, пускай душой валит от сына. Так, тебе по печени, чтобы ты не расслаблялся. Стоишь как на параде. Стоишь как на параде. Стоишь как на параде. Ну что, Фрэнк? Вот все, что тебе нужно. Спасибо, Фрэнк. Где книги, и можешь лететь с ними. Что? Давай. Как ты объяснишь это Дону? Давай, давай, давай. Забудь о том, это моя проблема. Где книги? Я никогда этого не забуду. Я тоже, брат. Вот ключ от сейфа в Первом национальном банке. Это в Долом районе. Поехали мы в банк. Книги там. Возьми их, Том. Спасибо. Все, давай. И, Том, благодарю за все, что ты сделал. Я в долгу перед тобой. Скажи Дону, что я сожалею о том, что все так закончилось. Для Дона ты мертв, Фрэнк. Забудь это все. Если он узнает, что это не так, он не отстанет от тебя. Ну все, иди, давай. И не то, что от него. Томми, я никогда не забуду вашей доброты. Боже вас благослови. До свидания, мистер. До свидания. Давай, Фрэнк. Удачи тебе. Жарко, конечно, что этот момент не закончится. В конце концов, твой лучший друг убьет тебя. Так сказал мне тогда Фрэнк. Потом мне самому приказали убить друга. Вот, вот. Да только я этого не сделал. Не делай другому то, чего не хочешь, чтобы сделали с тобой. Или как там говорится. А я не хотел, чтобы Поле однажды всадил в меня пулю. Возможно, в тот день я и дал ему повод. Сам виноват. А чемодан это не делай. Я просто надеялся, что он любит меня так же, как я люблю Фрэнка. Не, у Томаса действительно очень большое сердце. Но, еще раз, ребята, повторю вам. Эта история Незакольской Пиенов, все равно его выстрелят. Все равно его найдут. В Mafia Definitive Edition это раскрывается более ярко. Как его найдут? Где-то его спалят на ставках, по-моему. Может, я ошибаюсь. Я просто давно играл, 5 лет назад, в эту игру. Definitive Edition. И... Возможно, там... Да, где-то он спалится, Фрэнк. И его кто-то высадит с другой семьи и настучит, что, типа... А он живой? И, соответственно, его убьют всю семью и его не пожалеют никого. Ну, а потом и до нас доберутся. Спустя какое-то время. Не делайте этого! У меня... Отстать-то от меня нафиг. Нужна-то мне больная. Нужны вам не сто лет. Мою задачу общить на них будет. Все, едем в банк. Ну что, давайте, ребята, заберем книги. Национально в банке и все. На этом миссия Омберта будет закончена. Да, Томи Матоми, конечно... Жаль мне его, что он попал в такую структуру, как сказал бы. Так просто получилось. Был просто обычным таксистом. Да, конечно, может быть, это не хорошая работа, престижная. Но она была его. Он ее любил. Не уважал, да? И занимался своим делом. Но вышло так, что он попал в семью, в схему, в структуру. И стал заниматься такими делами, которые никогда он не думал, что будет вообще делать. Убивать. Предавать. Отпускать. Любить. Ценить. И иногда даже кого-то уважать. И очень много моментов у Томи действительно были моменты, которые надо было просто переступить через себя и, соответственно, отпустить ту же подругу Сары, не убив ее. Это был первый косяк, который они запомнили. Забегая вперед, вам, ребята, расскажу, как оно есть, как оно работало. Первый косяк Томи, который он действительно сделал, отпустил эту подругу Сары, которой нужно было убить в отеле. Люди ее нашли. Ее также ликвидировали. Но Томи дали шанс исправиться, не сказав им об этом, что это он накосячил. Они заставили его убить Фрэнка. И он Фрэнка отпустил. Но они поверили ему. И они бы верили до сих пор, если бы не на одно ное, когда его нашли там, в другой стране. Но не стали они убивать его после Сары, потому что... Точнее, не после Сары, а после подруги Мишель, по-моему. Не стали его убивать. Почему? Потому что он ценный ресурс. Он обыкновенный, так сказать, парнишка, который умеет беспрекословно выполнять приказы, какие-то дела. И в то же время делать их качественно. И ему дали шанс исправиться на Фрэнке. Он это сделал, якобы. Но вы знаете прекрасно, как это работает. Так, какая тут дверь-то у вас? И этот банк, то я не пойму. А, понятно. В какой стране. Вот. Фрэнк не солгал. Портфель с конторскими книгами лежал в сейфе. Достать его оттуда оказалось просто. Ну, отлично. Вот поэтому, ребята, я немного рассказал историю, как это работает. Я говорю всегда, как есть. Я могу где-то ошибаться, но это не всегда. Ну, чуть-чуть я ими что-нибудь не уточняю. Но по факту я рассказал, как оно есть. Как я это вижу. В принципе. И видели люди Тона. Тома Сэнджела очень ценный был ресурс. Семье. Он сделал очень много для того, чтобы семья вообще существовала столько долго. Устраняя конкурентов, семьи, спасая жизнь Сэму, спасая жизнь даже Полли, спасая жизнь даже Тону. Он это сделал. Много чего сделал, ребята, действительно. Данный человек, это просто человек, который действительно нереально выполнял определенные поставленные на него задачи. Чтобы не было никогда проблем. Но история, вы знаете, как закончилась всех этих людей. Полли застрелил Сэм. Сэм застрелил Томми. Томми застрелил Витой и Джо. Точнее сказать, Джо Витой там сказал мистер Энджело. Мистер Селик, это привет. А Дон Сальери, если я правильно помню, он просто получил пожизненный срок. Могу ошибаться, может быть, не пожизненный, но его посадили. За все его, так сказать, дела. Ну, а товарища Морелла мы... Мы ликвидировали вместе с его братом. Ну, два брата было, и Морелла в этой игре. Поэтому... Здесь, как говорят, в семье в такой мафии два конца. Либо ты сядешь в тюрьму, это самый такой простой вариант. Либо тебя грохнуть. Но зато ты, если будешь идти в тюрьме, грубо говоря... У тебя есть шанс оттуда даже выйти. И зависит от сроки. А когда тебя грохнули, все. Из прыжки гроба выбраться нельзя. Поэтому, как говорят, можно поменять жизни, все. Кроме двух. Вещей. Это дата рождения, дата смерти. Все. Все остальное ты можешь поменять. Да, не сразу. Да, это долго. Но это можно сделать. Это возможно. Главное стараться верить и действовать. Если этого не делать, то и выхлопа не будет. Так что, наверное, я тут немного лирические, так сказать, отклонения сделал от графика игры. Ну, ребята, как вы хотели. Надо же о чем-то говорить. Не всегда, конечно, я разговариваю в игре. Ну, когда такие моменты, да. Сам с собой разговариваешь. Думаешь, что дурак, что ли. Ну, есть, когда касается этой игры, хочу бы не рассказать какие-то определенные фичи этой игры. Нюансы, там, свои, так сказать, размышления по поводу данного, так сказать, действия и истории этого. Это прикольно. Так. Вот он, Барс Альери. Сейчас мы заедем и доложим Дону, что прэнка типа нет. Типа. У нас автопарк-то, да? Братан, подставишь? Не впадал, да? Надеюсь, ты понял, да? Просто, братишка. Я тут к Дону. У нас есть дела. Итак, смотрим. К счастью, все купились, когда я сказал, что Фрэнк мертв, и я избавился от тела. Так что на своих похоронах Фрэнк блистал отсутствием. У мафии есть привычка устраивать важным людям грандиозные похороны, на время которых люди забывают всяческие разборки друг с другом и с покойником. О мертвых или хорошо, или ничего. Любой гангстер вам это скажет. Как минимум на похоронах. Не только Сальери и наши ребята произносили длинные речи о своем лучшем друге Фрэнке. Но даже Морелло и другие гангстеры. Морелло и Сальери плакали друг у друга на плече. Как будто и не пытались день назад вцепиться друг к другу в глотки. Фрэнк бы в гробу перевернулся, если бы действительно был мертв.